Когда ты молод, ты смелый, у тебя есть самое ценное – время, чтобы исполнить задуманное. А еще перед тобой открыты сотни дорог. Главное, определяйся с целью, иди и верь. Никакие преграды на пути не смогут стать причинами неудач. Здравствуйте, с вами вновь «Дорога домой». Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодня мы с вами идем в Центр помощи детям родник. Год назад в его стенах появились две родные сестры Валерия и Ксения. Активные, добрые, жизнерадостные. Они рассказали нам о своих увлечениях и планах, а мы готовы поделиться с вами. Нет тех дорог, которые невозможно пройти. Нет испытаний, с которыми нет сил справиться. Две родные сестры Валерия и Ксения идут по жизни уверенным твердым шагом. Они такие разные и внешне, и по характеру – это отмечают педагоги. Одновременно с этим девочки очень близки. Валерия и Ксения находятся в нашем центре с сентября 2021 года. Они очень светлые, жизнерадостные девочки. Но несмотря на эту их общую черту, они по темпераменту совершенно разные. Валерия – это сильная, яркая, активная, целеустремленная. У нее правильные жизненные ориентиры, которые даже не придется как-то менять или корректировать. Ее просто нужно направить немножечко в правильное русло. У Валерии прекрасные организаторские способности. Там, где Валерия, они бывают скучно. Она в любой компании становится лидером и сразу намечается что-то интересное. И противовес Валерии – Ксения тихая, скромная. Может даже на первый взгляд показаться, что она замкнутая. Но при более близком знакомстве она раскрывается, она открыта миру. У нее нет озлобленности, у нее нет замкнутости. То есть они ждут новых встреч, новых знакомств, новых интересных идей. Сестры словно дополняют друг друга. Старшая 13-летняя Лера – сильная духом, волевая, уверенная в себе. Для нее нет препятствий, только возможности. Она хорошо учится и всегда открыта новым знаниям. Валерия – девочка общительная, вежливая, тактичная, рассудительная. В школе Валерия учится хорошо, с интересом. Есть любимые предметы, как математика, английский. Лера легко выполняет переводы текстов с английского и с немецкого, решает математические задачи, а еще любит русский язык и литературу. По литературе у меня хорошо получается читать, пересказывать. У меня хорошая техника чтения. Я умею писать сочинения, отзывы. В общем, планы писать. Ну, в общем, с литературой у меня все хорошо выходит. Валерия любит долгие прогулки, общение с друзьями. Ребята ценят ее за готовность помочь в любой ситуации. Со сверстниками находит общий язык легко. То есть выстраивает дружеские какие-то отношения. У нее получается это с легкостью. Приятелей немало, а вот близких подруг всего несколько. Воспитанница учреждения Катя – одна из тех, кому девочка доверяет своей тайны. Вот это и моя лучшая подруга. Я зовут Катя. С ней очень весело проводить время. Она такая веселая, забавная, умная. Она всегда мне помогает. Валерия рассказывает, у нее существует ряд критериев, по которым она выбирает друзей. Людей ценит за доброту и отзывчивость. Есть и еще ряд важных качеств, которыми нужно обладать. В дружбе – это доверие и хранение секретов. Получается, если ты не будешь доверять, то какая из этого может быть дружба? И еще, мне кажется, самое главное в дружбе – это взаимопонимание. Но еще самое главное, чтобы не докучать человеку. Сама Лера, кстати, не очень любит повышенное к себе внимание. Когда все ко мне подходят, что-то там дарят, что-то спрашивают, я не очень люблю, я теряюсь. И вообще, она иногда не прочь провести время в одиночестве. Наедине с собой ей никогда не бывает скучно. С сестрой Ксении у нее выстроены особые теплые отношения. По поводу сестры, у них отношения очень привязаны между собой. Она ухаживает за сестрой, за ее внешним видом смотрит всегда. Ну, то есть ведет полный контроль над девочкой. Она сестры с глаз не сводит, когда это все-таки старшая сестра. Пример для подражания. Да, она для меня пример. Она мне объясняет тему, которую я не понимаю. Мы с ней рисуем, играем, убираемся вместе в скафах. За какие качества ты ее больше всего ценишь, любишь? То, что она, ну, дружелюбная, активная. Я ей даю много советов, потому что, ну, она маленькая и мало опыта. А я возрастнее, мне больше. Но я ей говорю, иногда помогаю с выбором. С выбором одежды, с выбором даже игрушек всякого, ну, вот мелочей даже. Помогаю с уроками, вот, заплетаю ее. Ну, как бы много чего, много присутствует в общем в жизни. В общем, мы с ней немного ссоримся, но, как бы, мы потом быстро меряемся. Это можно сказать так. Недопонимание маленькое. Ксения готова следовать хорошему примеру сестры. Да, она не такая общительная, как Лера, но друзья есть и у нее. Вернее, близкая подруга, с которой можно быть уверенной в любой ситуации. У меня есть подруга, ее тоже зовут Ксюша. Мы с ней с 2020-го, наверное, дружим. Мы не так часто ссоримся с ней. Ее ты ценишь за какие качества? Да, что она добрая, отзывчивая, милая. С ней всегда можно повеселиться. А с каким человеком ты никогда не будешь дружить? Ну, который, ну, секреты не умеет хранить. Ксюша – девочка спокойная, сдержанная, ранимая, хотя этого старается не показывать. Аккуратная. Любит, чтобы каждая вещь была на своем месте. Любое поручение выполняет охотно и добросовестно. И может предложить помощь сама первая. Среди главных увлечений Ксюши – спорт, подвижные игры. Я люблю ролики, самокаты, велосипеды, коньки, гироскутеры, велики. Меня на роликах научила сестра кататься. Девочка проводит большую часть свободного времени в движении. Хорошо бегает, неплохо плавает. Одновременно с этим умеет быть усидчивой. И она сама, и ее сестра обожают рукодельничать. Эти поделки, к примеру, сделаны руками девочек. Кроме того, за кадром еще немало хендмейт-работ. Какие-то стали подарками для друзей и близких, какие-то украшают комнату семьи. Я люблю рисовать, люблю вышивать, умею шить крестиком, умею шить тамбурным шломом. Мне больше всего нравится шить. Я шила филаминго, начала вышивку крестиком. А вот одна из масштабных, трудоемких работ – картина, выполненная в технике алмазной вышивки. Несколько недель кропотливого труда, упорства, умноженное на мастерство и любовь к творчеству. И вот он, результат. Есть у девочек и еще одно общее увлечение – рисование. На уроки по ИЗО в Центре помощи детям они приходят ежедневно. Это смешная техника, акварили, карантусы. Почему ты выбрала? Вот мы выбрали именно эту работу. Потому что мифические существа. Я выбрала русалку, потому что это один из моих любимых мифических персонажей. Я люблю больше русалку, чем принцессу. В портфолио каждой из девочек десятки работ. Среди рисунков Валерии в основном яркие, творческие, выполненные с помощью фломастеров для скетчинга. Это тоже один из моих любимых рисунков фломастерами. У нее неординарные способности к рисованию. Рисует все такое цветное, яркое. Такая девочка, способная к творчеству. Если брать про рисование, то мне нравится рисовать всем. То есть я могу и карандашами, могу рисовать и мелками, и акварелью, и гуашью. Портрет у меня есть один, но так мне больше нравится рисовать природу, потому что портреты у меня не очень получаются. Как бы я пока не владею портретами. Хотя по работам и не скажешь, что техникой портретной живописи не владеет. К примеру, из-под ее кисти этой зимой вышел вот такой рисунок под названием «Снегурочка». Это одна из моих лучших работ. Я, честно говоря, не знаю, на кого она похожа, но она мне очень сильно кого-то напоминает. И я очень люблю эту работу, потому что она прям… Знаете, это лучшая из моих работ, и я вообще очень люблю ее. У Ксении работы более классические. Она любит рисовать пейзажи и животных. Девочки у нас хорошие, замечательные. Ко мне лично на занятия приходят с удовольствием, можно сказать, прям припрыжку. Хотят многому научиться и многое уже знают, многие техники знают. Каждая любит свое. Естественно, Валерия ей больше даются такие декоративные моменты. А Ксюша, она более такая романтичная, более ранимая. И у нее такое все какое-то нежное. То есть она сам по себе такой ребенок. На глазах нашей съемочной группы девочки закончили работу над рисунками, на которых изображены бенгальские тигры. Тему для занятия педагог выбрала не случайно. Буквально через день воспитанники центра должны были идти в цирк, чтобы познакомиться с закулисьем и в том числе с главными героями представления – тиграми. И эта встреча, кстати, состоялась. Вот любительские кадры с той самой экскурсии. Ребята внимают каждому слову цирковых артистов. А вот и преподносят приготовленные подарки. Лера и Ксения в первых рядах. Не знаем, как тигры, но дрессировщики однозначно были в восторге от сюрпризов. Ребята, у нас целый роман галерея вообще рисует. Такие встречи, походы в интересной в городе и за его пределами места для воспитанников центра помощи детям родник – одна из хороших традиций. Дети, в том числе Лера и Ксения, с удовольствием знакомятся с интересными людьми, совершают для себя мини-открытия и пополняют багаж знаний. А еще девочки – настоящие помощники для воспитателей. В свободное от интересных и важных занятий время они любят почитать книги, посмотреть мультфильмы или поиграть в игрушки. У каждой есть своя любимая. Это наши любимые игрушки. Вот это Арчи. Это мальчик, но мне больше нравится назвать ее девочкой. Она очень мягкая. Я обожаю с ней спать. Мне кажется, игрушки – это, можно сказать, друзья. Я привыкла вообще ко всем вещам относиться аккуратно, как бы с большой бережностью. Ну и поэтому у меня все игрушки всегда чистые. Это игрушка Саманта. Это девочка. Мне подарил ее воспитатель второй семьи. Эту игрушку зовут Саманта, потому что в мультике «Холодное сердце» во второй части, получается, там начался туман, и, получается, Олаф искал своих друзей, а они в тумане, их не видно, получается, они ищут друг друга. И он говорит «Эльза», «Анна», «Христоф», «Саманта», но там не было никакой Саманты. И потом он это осознает и говорит «Я же не знаю никакой Саманты». И это достаточно смейственный момент. И, видимо, Клюша его запомнил, и назывался игрушка Саманта. Девочки – отличные хозяйки. Более того, каждая из них мечтает стать кулинаром, когда вырастет. Ну или парикмахером, хотя это вторично. Готовить девочки любят умения, практикуют, и не только в стенах Центра помощи детям. Они участвуют во всевозможных мастер-классах. Недавно под руководством настоящего шеф-повара, к примеру, приготовили пиццу. Ну, мне кажется, что с готовкой у меня практически проблем нет. Я могу сготовить макароны по-флотски. Это самое банальное, конечно, но да. Вот что мне не дается в готовке – это только супы. А так все, я могу сготовить. Я даже пиццу умею готовить. Еще одна цель – увидеть мир, путешествовать, открывать для себя новые страны. Это ли не счастье? Есть у девочек и большая, и светлая мечта – одна на двоих. Я хочу, чтобы, когда мы выросли, мы с Ксюшей купили двухэтажный особняк где-нибудь в лесу, получается. Чтобы не было никаких соседей, которые могли бы нагрянуть к нам просто так за солью. Чтобы мы в этом особняке жили вдвоем, получается, когда мы вырастим, чтобы мы жили вместе. То есть все наши мужья, все наши дети были вместе. Потому что, ну, она маленькая и немного растерянная. Я боюсь, что с ней вообще что-то может случиться, и поэтому я хочу даже всегда, даже когда мы вырастим, даже чтобы мы были вместе. Потому что кроме нас двоих больше некому нас поддержать. А еще об этом Лера и Ксюша на камеру не сказали. Девочки мечтают о семье, о заботливых родителях. Они признались в этом в приватной беседе педагогам центра. А воспитатели, в свою очередь, уверены – желание сбудется обязательно. Стоит только немного подождать. Многие родители боятся брать, не секрет, детей, которые преодолели границу дошкольного возраста. Я думаю, с нашими девочками не будет таких проблем, потому что у них очень сильно развито чувство самоконтроля и ответственности. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, в девочках нет какой-то внутренней надломленности или ощущения личной трагедии. Они открыты миру, открыты людям. И они ждут, конечно, когда у них появится новая семья. Нам приятно работать с девочками, но все педагоги были бы счастливы, если бы они нашли свою новую, хорошую, заботливую семью. Добрые, открытые, творческие, понимающие – они будут рады стать частью большой и любящей семьи. Несмотря на то, что девочки такие разные, мечтают об этом они одинаково сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»